Ночи-ба 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 Привет, меня зовут Олег, и мы находимся в книжном магазине «Палатка», который я основал. Я уже почти 6 лет живу в Киеве, я приехал сюда учиться, как и многие из нас. Сначала я поступил на факультет маркетинга, но потом я решил, что это не для меня и перешел на философский факультет. Когда я учился, я понял, что в Киеве не хватает книжного магазина, где можно без, скажем так, болевых точек для потребителя просто найти те книги, которые необходимы для гуманитарных исследований каких-нибудь. То есть по искусствоведению, философии, литературной критике и так далее. И что-нибудь, причем, чтобы это было современное. Современное, интересно переведенное, интересно оформленное. Поэтому я долго думал над тем, чтобы, как бы было хорошо, чтобы появился книжный магазин в городе Киев. Я об этом не задумывался касательно себя. Я работал в разных сферах, закончил университет в медиа, в СММ. А потом понял, что если сам не сделаешь, то никто не сделает. Просто бумажная книга и электронная – это две разные вещи. Между ними нету уже войны. Понятное дело, электронная книга победила. Я не технолудит, я сам читаю электронные книги. Для этого существует развитая инфраструктура. Просто нужно развивать инфраструктуру и бумажную, и электронную. Например, энциклопедии или учебники – это, очевидно, электронный формат. Нет никакого смысла их делать бумажными, на мой взгляд. В конце концов, это просто фашизм заставляет носить школьников по 8 учебников, чтобы у них в конце школы просто были спины в виде знака вопроса. Другое дело, скажем, такие книги, мне кажется, для многих из них есть место в бумаге. Это имеет смысл читать в бумаге, потому что ты получаешь концентрированный опыт. Тут я скорее хотел бы рассказать не о книге, а об издательстве. Есть такой человек в Харькове, выдавец Савчук, издает вот такие книги. Не существовало ни одного современного издания этой книги. Там еще издаются очень много других книг такой же тематики. Насколько я помню, сами они определяют свою миссию, как доставать из небытия имена украинцев, которые создавали культуру. Ну, во-первых, я думаю, что чтение – это, в конце концов, такой же вид досуга, как и все остальные. И если у человека есть привычка к такому досугу, это очень хорошо. Обычно она формируется в юношестве. Я думаю, те, кто с юношества читают, они и будут продолжать это далее делать. Не знаю, как насчет более старшего возраста. Думаю, тоже все можно исправить, если относиться к тексту как к источнику удовольствия. Свободное время я провожу с друзьями. Мы посещаем какие-нибудь музыкальные ивенты, типа «Уха» или «Техновечеринок». Интерес к «Техновечеринку» у меня в последнее время поугас. Не хватает чего-то более такого, что называется, высоколобного, например, современного театра или современной оперы. Современной оперы уже чуть больше хватает, конечно. Или современного балета. Это очень трудно, конечно. Его на коленки не соберешь. Это вегетарианское кафе «Шанкара», названное в честь мифологического поэта индийского, каких-то очень древних веков, явно дорождества Христова. Это буквально в одном дворе от моего магазина. Здесь очень уютный дворик, и она находится еще рядом с этим прекрасной развалиной, такой античной. Античная, естественно, не по периодизации, а по ее виду. Такой своеобразный акрополь. Дает представление о том, как выглядели здания киевские до того, как их догадались покрыть акриловой краской, штукатурочкой или еще чем-нибудь. Я на втором курсе услышал эту фразу от архитекторов. Теперь ее помню постоянно. Даже хотел татуировку с ней набить. Очень просто. Нормально делай, нормально будет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!